здарова народ сибиряк 07 с вами в этом видео хочу вам рассказать про свой спиннинг микромания от норстрим а рассказать хочу потому как очень часто стали задавать по нему вопросы я планировал это сделать немножко позже но последнее время прям какое-то обострение и на канале и в группе вконтакте везде интересно что он у себя представляет поделись впечатлениями сравниву с от рим джей и все в этом духе с отри я сравнил в конце видео сейчас давайте подробнее в целом по данному делище что но и себя представляет на мой взгляд половил я им достаточно она у меня с конца прошлого сезона то есть я половил осенью половил весной и вот частично половил летом и месяц у нас уже закончился практически спиннинг имеет чисто микроджиговое предназначение длина его 2 метра 13 сантиметров тест от 0 8 до 7 граммов микроджиговая у нас характерность в том что удилище имеется такая вклеенная вершинка беленькая монолитная кстати ее кончик окрашен в ярко-оранжевый цвет в некоторых условиях это скажем так удобно ее видно чуть лучше нежели она была бы просто белые или черные но не сказать что это прям какой-то скажем так особенный фактор который прям сильно роляет ну с ним лучше без него не сильно хуже скажем так спиннинг имеет быстрый строй если мы уберем на изгиб вот при этом среднюю жесткость если условно разделите спиннинги микроджиговое на жесткие средние и мягкие то это палочка скорее у нас средняя вот принципе от этого у нас все и идет а что у нас этого идет не сильно злой бланк благодаря чему удилище отлично работает на вываживание то есть даже к мелкому окуня на прилипает она у хорошо держит не сливает вот и в принципе с более крупной рыбы она тоже работает отлично но какой более крупный самую большую рыбу и на него лоил то окуня граммов 400 и щучку наверно граммов 600 700 и там и там удилище справилась отлично на вываживание подключался даже частично комель то есть он здесь не дубовый комель играет палка прям целиком прилипала и отрабатывала рыбку как надо на тонком шнуре на маленьких крючках не слила все в этом плане хорошо если сюда на такой спиннинг валится рыба в килограмм или в два то эмоции наверное будет на год вперед получите при уваживании с вот такого рода спиннингом опять благодаря тому что спиннинг не слишком жесткий он отлично работает на забросе при этом он в заброс включается сам он нам помогает комфортно палка работает именно на забросе приятно загружается и с таким легким свистом отправляет приманку куда-то туда в сторону рыб по низу я бы сказал что где-то от двух граммов она начинает бросать ну может быть граммов от полутора двух где-то вот так вот по верху теста самое большое что я бросал это 6 граммов плюс 2 дюймовый червячок на оснастке джекрик я бы сказал что это разумный верх когда еще можно так хорошо кинуть не опасаясь за что-то вот 7 граммов наверное уже не стоит что касается работы удилища собственно с тем для чего она создавалась с микро джигом низ тест у нас обозначен 08 грамма по факту такие вот 08 грамма написанные как обычно я не знаю зачем их пишут если честно потому как по факту удилище никогда не работает от этого вот нижнего теста вот все таки вот 050807 ну может быть там очень дорогие высококлассные спиннинги там будут работать прямо то самого самого низа но в данном случае нет граммов от полутора от двух полтора грамма мне конечно нет то есть грузик один грамм но забросить до контроль но такое на грани интуиции в абсолютный штиль там на твердом дне как-то может что-то там получится но это мало комфортно скажем от 2 грамм уже да уже уверенно 2 грамма на тонком шнуре 0 3 по японии с онлайн small game для примера вот на таком шнурки от 2 грамм в большинстве условиях даже при легком ветре удилище хорошо работает видно отыгрыш по вершинке вот в руку на твердом дне без ветра с этим же шнуром но 3 грамма что-то как-то уже начинает ощущаться в руку это не стук какой-то прям громких жесткий нужно понимать да вот а вот ощущение что приманка упала на дно там какая-то легкая отдача есть где-то с трех граммов вот что касается верха теста то дочь до 4 граммов микроджиговыми приманками получается и анимацию делать уверенную микроджига приманки имею ввиду те которые размером до двух с половиной дюймов может быть там 2 и 8 максимум если она прогониста какая-то ну до двух с половиной скажем так 4 грамма плюс два с половиной дюйма это верх когда при палка еще справляется в большинстве условий с анимацией в целом бланк не жесткий поэтому и плюс вершинка очень мягенькая поэтому любая анимация на все равно немного вершинкой сглаживается абсолютно любая вот но середина упругая поэтому что-то как-то получается подбросить подыграть вот хотя это все получается так смягченно и деликатно это очень хорошо при ловле пассивной рыбы в холодной воде вот но вот именно в летнюю пору когда нужно делать там какую-то жесткую анимацию прям провоцировать рыбу на поклевку выбешивать ее своей проводкой но и раз там бывает может быть палка нужно было бы и пожестче чем вот такая вот вот что касается грузиков 5 и 6 граммов то в основном все-таки это уже какая-то мягкая совсем они мягкие подбросы либо ступенчатая проводка либо волочение по дну вот в некоторых совсем уж таких тепличных условиях может и получится какие-то более-менее агрессивные подбросы то есть объясняю как это чем более парусная приманка чем больше глубина чем больше течение чем дальше заброс чем сильнее ветер тем сильнее будет этот бланк валится на грузиках 5-6 граммов вот до четырех граммов принципе нормально в большинстве условий по микроджигу так пробовал ловить на него с блеснами понравилось как палка работает и в плане заброса заброс комфортный и достаточно дальний вот и в плане проводки то есть бланк он не жесткий вершинка загружается и комфортно проводить различные блесенки я бы сказал что блесны в пределах теста то есть колебалки от полутора двух граммов и граммов до 6 может быть даже 7 вот вертушки от нуля до второго номера по классификации maps может быть даже третий номер если это условия без течения то есть на течение трешка это тяжеловато будет такой палочки все равно вот от нуля до двушки уверенно в практически в любых условиях я бы сказал на воблера я и даже не пробовал ловить палка ну на мой взгляд совсем никак не оберно и очень мягкая вершинка которая сглаживает любую анимацию какая только может быть вот ну мягкий твич до мягким твичем можно подергать совсем мелкие там не упористые воблер кими ножки там может быть 35 и 40 45 но 50 и но это мягкий твич будет то есть некое там жесткий там который окунь окунь надо нравится а вот так мягенько когда уже говорится ничего другого нету может такое хотя бы такой палкой подергать получится но это совсем не и то есть наша тема это микроджиг деликатный микроджиг с такими с мягкой анимации с деликатной подачей палка не не сильно жесткая но пытаюсь вам и словами все это объяснить что она из себя представляет и блесны если сравниваете с атрией то опять же все у нас идет от того какой типаж бланка атрия она существенно жестче атрия помощнее чем этот спиннинг то есть атрии можно и воблеры по твичить но таких деликатных подач как вот с этой палкой у атрии допустим не получится здесь это можно но с этой палкой не получится такая жесткая анимация как можно сделать с атрией то есть вопросы обычно идут такие типа что лучший атрия или микромания они ведь примерно в одном ценовом сегменте но 10 вариант вопрос не в том что лучше вопрос что лучше для ваших условий что лучше ну скажем так под ваши предпочтения хотите палку злую жесткую такую рапиристую это атрия хотите что-нибудь такое средненькое не лапшистая но и не злое это микромания вот со всеми вытекающими из типажа бланка качествами работы этого бланка вот как-то так перед видео я думал к чему же придраться на самом деле реально сидел и и думал потому как но от палка лаил она принципе ничем не напрягала отлично сбалансирована в плане сборки конкретно у данного экземпляра вопросов нет никаких то есть ничего нигде не отвалилась не отклеилась но недавно в группе кто-то мне написал в контакте что вот тоже микромания приобрела через пять-шесть рыбалок это вот вершинка вклеенная отклеилась то есть вот здесь вот лопнул лак и вершинка начала прокручиваться но я думаю это чистой воды брак я человеку порекомендовал обратиться в сервис нордстрима по идее там на экспертизе должны разобраться и если это брак то брак а допустим там не перегруз не удар не сдавление то по идее должны заменить бесплатно эту часть у нордстрима с сервисом все нормально как бы по идее все должны поменять кстати говоря точно такая же проблема у меня однажды возникал на спиннинге айко жанжета точно так же лопнул в том же месте лопнул лак вершинка начала прокручиваться тоже буквально на первых рыбалках это произошло вот но мне это по гарантии заменили то есть вопросов у айко в плане сервиса с этим не было как у нордстрима не знаем не то человек так и не сообщил решился ли данный вопрос но у меня все нормально все целое то есть здесь ничего не отклеилось может быть вопрос индивидуальной эксплуатации если уж совсем придираться ну можно придраться к тому что здесь рукоятка допустим из материала пробка потому как пробка далеко не всем нравится она пачкается но вот видно что такая грязненькая у меня вот вопрос на любителя скажем так можно придраться к тому что кольца здесь стоят старого образца такие вот типа y то есть не противозахлестные хотелось бы конечно видеть более современные кольца это делает удилище в любом случае более конкурентно способным ну вот здесь вот такие кольца с другой стороны я вот и не половил и не скажу что прям вот меня замучили перехлесты я бы сказал что я после после а3 вообще не заметил разницы может быть так просто совпало может быть такие рыбалки были ну особо разница нет хотя эстетически конечно хотелось бы видеть более современные круглые кольца чисто эстетически к этому можно придраться ну и наверное может к чехлу то что чехол здесь идет вот на таких вот завязках которые я жутко не люблю мне нравится липучки вот ну и такой простенький как-то ну удилище конечно не там супер дорогое но уже отнюдь не совсем бюджетка хотелось бы и чуть более приличный чехол но это уже как так мои мое желание хоть к чему не будет придраться в остальном сбалансированная приятная палочка с таким вот средним типажом среднем по всем параметрам то есть как бы не сильно жесткая не сильно злая из этого вытекает все ее рабочие качества что касается катушки под данный спиннинг я бы рекомендовал максимально легкую потому как удилище сбалансирована очень хорошо и даже самая легкая катушка здесь будет гармонировать отлично то есть имеется ввиду современные легкие шамановские катушки там в размере 1000 c2000 весом 160 граммов сюда встанут и будет комфортно и будет сбалансирована то есть чем легче тем лучше соответственно по шамана это 1000 c2000 2000 c2500 может быть даже 2 500 с кто-то ну не стесняется объемных катушек по классификации да его это тысячники двухтысячники катушки вот 2 500 по да его все-таки уже шибко громоздкая под такую палочку до 7 грамм на мой взгляд хотя кому-то может быть и тоже подойдет шнурок сюда желательно опять же тонкий если на примере шнуров с онлайн то это 0304 по их классификациям по их размерностям сюда будет самое то ну вот принципе и все что я хотел рассказать о данном спиннинге кстати говоря сейчас буду делать так что если снял обзор то под каждым видео буду оставлять ссылки на все видео где это удилище участвовала на рыбалке то есть под этим видео в описании будут ссылки на те ролики где это удилище было на рыбалках то есть вы сможете зайти и посмотреть там полные выпуски о том как она себя ведет то есть как она работает кому удилище допустим интересно он посмотрит и сделает для себя какие-то выводы вот как то так на этом не все как с собой был собер гонали 7 подписываемся на канал ставим лайки делимся видео с друзьями до новых встреч пока пока а